Здравствуйте! В цикле наших передач мы поговорим о простых явлениях, с которыми в своей жизни ежедневно сталкивается каждый человек. Эти явления настолько привычны людям, что многие даже не задумываются о их природе, хотя вроде бы и понимают причины их возникновения. Конечно же, вы знаете теоретически, что такое тень, почему в тени прохладно, почему на полюсах нашей планеты лежит снег и вообще, как мы видим предметы. Все эти явления давно объяснила наука. Однако, благодаря выходу доклада по исконной физике «АЛЛАТРА», появились более глубокие знания о природе мира, в котором мы живём. Изучая этот доклад, мы с друзьями узнали о свойствах фотона-3 и фотона-4. И опираясь на эти знания, мы смогли более детально описать природу самых обыкновенных явлений с позиции исконной физики «АЛЛАТРА». Из доклада «Исконная физика АЛЛАТРА» нам известно. Благодаря фотонам-3 обеспечивается энергетический поток, а также различные силовые взаимодействия в материальном мире. Потоки фотонов-3 не несут тепло. Они его создают при разрушении частичек, с которыми сталкиваются. Тень от объекта — это, конечно же, место, закрытое от прямого потока фотонов-3. А значит, там процесс выделения тепла значительно слабее. Выходит, что в тени прохладнее вовсе не потому, что она закрыта от потоков тепла, идущего, например, от Солнца, а потому что там тепло просто не создаётся, как на поверхности освещенных объектов при разрушении материи. А от чего же зависит количество тепла, которое выделяется при взаимодействии потока фотонов-3 с веществом? Чем больше поток фотонов-3, направленных под прямым углом к материальному объекту, тем больше образуется тепла. Зная это, становится понятно, почему на полюсах нашей планеты постоянно лежит снег и почему там значительно холоднее, чем на экваторе. На данном этапе развития современной науки учёные считают, что тепло, которое идёт с лучами от Солнца, в приполярных широтах рассеивается по большей территории, чем на экваторе. Поэтому полярные широты обделены солнечным теплом. То есть на одинаковые поверхности на экваторе и в приполярных широтах приходится разное количество тепла. Но изучив доклад «Исконная физика АЛЛАТРА», становится очевидным, что фотоны не переносят тепло от Солнца. Изучив доклад «Исконная физика АЛЛАТРА», становится понятно, что фотоны не переносят тепло от Солнца. Тепло создаётся фотонометри при взаимодействии с поверхностью нашей планеты. Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей, а значит, создаётся меньше тепла. Каждый видел, во что превращается газета, которая летом долгое время пролежала у окна, как выгорает краска под действием солнечных лучей. Это как раз и есть видимый результат силового воздействия фотонов-3, которые разрушают материю, выделяя тепло. По сути, это экзотермическая реакция, которая является следствием процессов, проходящих на уровне эзоосмической ячейки. Ну тогда возникает вопрос, а почему в таком случае наша кожа под действием солнечных лучей не разрушается, не светлеет, а наоборот приобретает тёмный загар? Или почему, например, листья растений не разрушаются под таким потоком фотонов-3? Оказывается, дело в уникальном молекулярном строении пигментов, которые особым образом взаимодействуют с потоками фотонов-3. Зелёные растения обязаны своим цветом молекулам хлорофила, зелёному пигменту. Когда фотон-3 попадает в клетку, он выбивает свободный электрон из середины молекулы хлорофила. Это создаёт крошечный пакет энергии, называемый экситоном. Именно эта энергия используется в химических процессах создания всех важных биологических молекул этого растения. Вот поэтому не происходит разрушение клеток растений, и они не только сохраняют свой цвет, но и, что особенно важно, растут. Ну а потемнение кожи под действием солнечного света связано с образованием меланина, особого высокомолекулярного пигмента, который рассеивает создаваемую фотоном-3 энергию и предохраняет от разрушения живые клетки. А происходит это благодаря наличию в меланине неспаренных электронов, что придаёт этому веществу свойства стабильных свободных радикалов. Неспаренные электроны способствуют более эффективному поглощению фотонов-3. Вот почему у жителей экваториальных широт кожа темнее, чем у народов севера. А как мы вообще видим объекты материального мира? В этом процессе играют ключевую роль явления, происходящие на уровне изоосмической решетки. Способность фотона-3 при определенных условиях преобразовываться в фотон-4, то есть в фотон, состоящий из четырех фантомных частичек По, и информационные взаимодействия, связанные с переносом информации фотоном-4. Давайте рассмотрим это на примере. Фотон-3 и фотон-4 двигаются, как правило, в одном энергетическом потоке. Причем фотонов-3 в нем всегда многократно больше, чем фотонов-4. Например, от Солнца идет поток фотонов, где большинство из них — это силовые фотоны. Фотоны-3 — ответственные за энергетические силовые взаимодействия. Но среди них есть и информационные фотоны — фотоны-4, несущие информацию о Солнце. Силовые фотоны-3 ударяются о внешнюю поверхность предмета и при определенных условиях вырывают головную частичку По, превращаясь в информационный фотон-4, который уже отражается от объекта и несет информацию о нем. Поэтому мы хорошо видим освещенный объект. А вот предметы, находящиеся в тени, мы видим плохо, потому что они закрыты от прямых потоков фотонов-3, которые могли бы превратиться в фотон-4 и донести информацию об этом предмете. Но как мы на самом деле видим окружающий мир? Куда фотон-4 сбрасывает информацию? Какую роль при этом играет наше сознание? Уникальная информация о сознании есть в фильме «Сознание и Личность» от заведовава мертвого к вечно живому. Давайте вместе ответим на эти вопросы в следующем выпуске. Присылайте свои версии на почту АЛЛАТРА ТВ. Пишите в комментариях под этим видео. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. АЛЛАТРА ТВ. АЛЛАТРА ТВ. АЛЛАТРА ТВ. АЛЛАТРА ТВ. АЛЛАТРА ТВ.